МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общепит теперь будет работать только на вынос с полуночи до 6 утра. Губернатор Глеб Никитин анонсировал новые коронавирусные ограничения в своем аккаунте в Инстаграм. В это время посетителей в кафе и ресторанах быть не должно. В остальное время работать можно в обычном режиме с соблюдением всех требований безопасности. Пришлось пойти на эту меру из-за того, что многие нарушают запрет на вечеринки. Потом посетители этих вечеринок пополняют нашу растущую статистику заболевших, отметил губернатор. Также в регионе продлевают больничные людям старше 65 лет на 2 недели до 8 ноября. В комментариях под постом глава региона ответил на вопрос о возможном закрытии детских садов. Заболеваемость растет, наверняка сказать пока не могу, но надеюсь, что не пойдем по весеннему сценарию, отметил Никитин. Глава Нижегородской области также подчеркнул, что для стабилизации ситуации важна скорость выявления вновь заразившихся и своевременное оказание помощи больным. Очевидно, для этого нужно больше врачей. Сейчас ищут новых специалистов в больнице области. Рассматривают варианты, как организовать более оперативную работу скорой помощи. «В общем, делаем все, чтобы закрытий, в том числе и детских садов, не случилось», – заключил Глеб Никитин. Его заместитель Давид Мелик-Гусейнов, в свою очередь, дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. «Торможений и плато пока нет, но меры по эпид безопасности обязательно дадут ощутимый результат. Люди все больше ходят в масках, периодически пользуясь общественным транспортом. 90% пассажиров уже в масках», – написал он на своей странице в Инстаграм. По его словам, из-за каникул в образовательных организациях упадет количество носителей и заболевших. Это даст эффект через полторы-две недели. Мелик-Гусейнов также рассказал, что разработаны три базовые схемы лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Уже идет обеспечение лекарствами, в том числе противовирусными, на дому. Запас коек – 15%, и ежедневно вводится в эксплуатацию 250-300 коек. По оценке Давида Мелик-Гусейнова, при работающих мерах профилактики, Нижегородская область должна оказаться на пике заболеваемости во второй декаде ноября. За минувшие сутки в России выявили 15700 новых случаев заражения коронавирусом. 332 из них в Нижегородской области. В Сарове еще 47 новых больных. Из тех, кто госпитализирован, 107 в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом. Появились первые признаки коронавирусной инфекции – вызывайте врача. Он возьмет все необходимые анализы и через несколько дней сообщит диагноз. Этот алгоритм знаком каждому. Но как проходит исследование на COVID и какую работу проводят эпидемиологи, предчем сообщить о результатах – расскажем далее. Вот уже на протяжении многих месяцев Галина Кудрявцева и ее коллеги работают с 8 утра и до полуночи, практически без выходных. Они – сотрудники клиникодиагностической лаборатории КБ-50. Именно им участковые и врачи скорой помощи приносят биоматериалы, чтобы узнать точный диагноз – заразился ли человек коронавирусной инфекцией. За день через руки специалистов проходит более 500 мазков на COVID-19. Здесь есть аппараты, которые распознают вирус на любой стадии. Если даже вирус попал в одну клетку, и организм сумел с ним справиться, вот найти эту частицу здесь мы сможем. Но, возможно, человек, вот это бессимптомное носительство, так называемое, доза была слабая, то есть инфицирующая, немассированная. И организм заразился, так скажем, одна-две клетки. И организм справился с этим, просто тихо, спокойно. Вот что будет при повторном заражении, тут не факт, что действительно не сможет заразиться, потому что, возможно, организм не наработал того ответа, какой надо. Раньше в лаборатории проводилось около 10 тысяч анализов в год. Но пандемия диктует свои правила. Только за сентябрь здесь провели более 7 тысяч исследований. За один раз поставить в обработку можно 46 анализов. Результаты получат через 6 часов. За смену удается сделать около 4-5 таких постановок. Лаборант упакован в защитный комбинезон с головы до ног. Он единственный, кто может находиться в боксе. Перед началом работы все инструменты и поверхности протираются спиртовой салфеткой. Каждая пробирка и наконечник берутся исключительно при помощи пинцета. Чтобы выявить коронавирус, специалистам необходимо воссоздать в лабораторных условиях процессы, которые происходят внутри клетки человека. Берется набор ферментов, полимеразно-цепная реакция, вот эта самая полимераза. Значит, берутся РНК и происходит такая вещь, как воспроизведение специфического участка ДНК, который характерен только этому вирусу. После полученный результат отправляется в соседний бокс. Следующий этап распознавания вируса проводится с помощью специального оборудования. Вот это просто ламинарный бокс, в нем мы берем реагенты, садимся сюда и раскапываем все. А вот этот прекрасный аппарат – это амплификатор, где происходит многократное копирование ДНК. Дальше на экране появляются кривые, которые понятны только сотрудникам лаборатории. И теперь им предстоит проверить полученные результаты. Мы должны, мало того, что программа пишет, что положительно, что отрицательно, что прошло, что не прошло. Мы еще должны сами здесь это все оценить, отсмотреть, заполнить все таблицы, отправить. Полученные результаты отправляются в Центры гигиены и эпидемиологии в отдел профилактики инфекционных заболеваний. Здесь работает всего шесть человек, но они выполняют одну из важнейших задач – отслеживают контакты заболевших COVID-19. Всех лиц, которые выявлены с положительными результатами, мы на бумажном носителе регистрируем. Что это значит? Мы регистрируем журналы, мы регистрируем по месту проживания, детских садов и школы по месту посещения. Зарегистрировав, выписываем карту эпидемиологического расследования каждого ЧГА в случае коронавирусной инфекции. Выписав это, мы узнаем телефоны. Если их нет в направлении, мы узнаем телефоны и должны вызванивать каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы выявить контактных, находящихся в ЧГА с больным коронавирусной инфекцией, узнать данные, кто проживает в данном адресе, чтобы снять их на карантин. Такая работа – один из наиболее эффективных методов остановки распространения пандемии, но, к сожалению, не все жители города понимают это. Кто-то, когда берет телефон и бросает трубки. Когда мы начинаем вызванивать по телефону, не все адекватно реагируют на наши вопросы. С чем это связано, непонятно. Мы каждый раз, когда вызваниваемся по телефону, представляемся, откуда мы, кто мы. Мы узнаем эти данные не ради собственного интереса, а для того, чтобы снять контакт на карантин, чтобы они у нас не были источниками, в последующем, для окружающих, по заболеванию коронавирусной инфекцией. Сейчас все врачи, независимо от специализации, работают, не покладая рук. В условиях пандемии нагрузка на них с каждым днем только возрастает. Но помочь им может каждый из нас, просто надев маску и соблюдая социальную дистанцию. К 75-летию атомной отрасли интернет-портал городов «Зато атомной промышленности» объявляет фотоконкурс «Зато все рядом». Его цель – поближе познакомить жителей закрытых городов Госкорпорации «Росатом» и показать всем любимые места своих «Зато». Для участия в конкурсе нужно до 30 октября прислать фотографию своей семьи или компании друзей, сделанную в любимом уголке родного города. Подробности на «Зато РФ». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Из-за аварийных ремонтных работ в Старом районе 22 октября не будет горячей воды. Речь идет о некоторых домах на улицах Вити Коробкова, Дзижинского, Мира, Чапаева, Гагарина и Октябрьском проспекте. Все починить обещают до 16 часов. В ГИБДД напомнили водителям, что пришло время менять резину. Шины нашипованы, необходимо менять, когда среднесуточная температура воздуха достигает 5-7 градусов. И такие значения держатся в течение 7 дней. Как сообщают сотрудники госавтоинспекции, чтобы подготовиться к зиме, также стоит залить незамерзающую жидкость, проверить работу фар, стеклоочистителей и стеклоомывателей. С конца лета идет благоустройство набережной реки Сатис напротив парка. Если верить проекту, в итоге вместо непроходимого бурелома на этом месте появится витализированный парк с зонами для спокойного отдыха на природе. Набережную благоустраивают по программе формирования комфортной городской среды. Работы должны завершить до 12 ноября. Что уже сделано на объекте и успеют ли строители в срок, выясняла наша съемочная группа. Благоустройство набережной на берегу реки Сатис от Маслихинского моста на севере до моста на улице строителя Захарова на юге продолжается. Как мы видим, на объекте неспешно ведутся работы. Проект, на который выделили больше 29 миллионов рублей, смоленская компания «Причал» должна воплотить в жизнь до 12 ноября. Ее сотрудники начали работу еще в конце июня. Только осенью на территории появились каркасы лестниц на спуске и асфальтированные дорожки. Строительство идет с отставанием. Сейчас здесь работает субподрядчик. До конца этой недели специалисты планируют проложить кабели для электричества, видеонаблюдение и систему оповещения, а также установить фонарные столбы. В дизайн-проекте есть современные площадки для выгула собак, детские и спортивные зоны, арт-объекты. Как будет в действительности, пока вопрос открытый. В социальных сетях под постами о ходе благоустройства «Саровщане» комментируют проект с долей сарказма. Простите, а проект увидеть можно? Да просто один в один, и проект очень подробный. Слов нет, одни эмоции. Пандусы? Не, не слышали. Что-то мало и без подробностей. За дополнительной информацией о ходе работ мы обратились в администрацию. Но поделиться подробностями о строительстве чиновники не готовы. Набережную благоустраивают в рамках программы формирования комфортной городской среды. Территорию определяли голосованием сами саровчане. Увидят ли они то, что хотели на месте заросшего берега, узнаем меньше, чем через месяц. 90% людей с наступлением пасмурных осенних дней ощущают значительные изменения в самочувствии. На них накатывает тоска, раздражение, настроение падает. Ученые называют сезонное снижение психоэмоционального состояния осенней хандрой. Как вернуть положительный настрой, наполнить свою жизнь энергией и позитивом? Об этом в нашем следующем репортаже. Небо закрыли серые низкие тучи, которые не дают пробиться солнечным лучам. Занудные осенние дожди вкупе с порывистым ветром не добавляют позитива, а наоборот снижают желание что-либо делать. В этом году официальный сезон меланхолии усложнился ситуацией в мире. Пандемия, стресс, нарастающий уровень тревоги. Как не замкнуться в себе и даже найти вдохновение? Как гласит народная мудрость, не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Универсального совета, как избавиться от осенних хандры, не существует. Специалисты убеждены, что человек может проанализировать свой образ жизни, понять, где произошел сбой и внести коррективы в режим дня. Андрей Кочкин советует не забывать о прогулках и физической активности. Спорт, конечно же, помогает. Только не нужно сразу заниматься спортом больших достижений. Если вы боретесь с депрессией или с таким состоянием, главное – отвлечься и поддержать здоровье. Поэтому спорт – это в разумных количествах должен быть. Человек начинает грустить, когда в его организме недостаточно гормонов удовольствия – дофамина и серотонина. А значит, ориентироваться надо на то, что восполнит их нехватку. Вкусная, яркая еда и напитки. Интересная книга. Общение с приятными людьми. Не стоит путать сезонный спад настроения с депрессией. Депрессия – это очень глубокое состояние, когда вы вообще не можете справиться с этим. Буквально вы не можете встать с кровати, вас начинает все раздражать абсолютно и вызывает болезненные какие-то даже ощущения. Тогда вы должны обязательно обратиться к специалисту, к врачу. Это делает врач, не психолог. Да, человек не может переделать природные циклы, но в его силах научиться подстраиваться под них, добавлять в свою жизнь необходимые ему элементы. Облетело пестрые листва? Надеваем яркую и теплую одежду. Не слышно пение птиц? Включаем любимую музыку. Еще один способ отвлечься от негативных эмоций и ненастной погоды за окном – это сходить на выставку картин. Но уж если совсем не получается вырваться, можно посетить музей онлайн. С симптомами осенней хандры и способами борьбы с ней разбирались Елена Грескова и Константин Островский. Каникулы онлайн. Молодежный центр приглашает школьников в лагеря, которые этой осенью пройдут в зуме и скайпе. Ребята примут участие в акциях, челленджах, викторинах. Им проведут занятия на развитие тела, разума и интеллекта. Подробности в следующем репортаже. Яркие краски, новые впечатления и полная творческая свобода. Для тех ребят, которые во время осенних каникул не знают, чем себя занять, соскучились по живому общению, которые не готовы заменять виртуальным, в молодежном центре подготовили два осенних лагеря. Бомбические каникулы и будь здоров. Сразу оговоримся. Каждый из них пройдет в режиме онлайн. По-другому сейчас просто не получится. А вот сделать эти встречи по-настоящему интересными и увлекательными. Стереть границы и помочь ребятам даже на расстоянии почувствовать себя частью одной дружной компании вполне. Тем более и опыт есть. Боевое крещение онлайн-каникулами педагоги молодежного центра прошли еще летом. Тогда в самый разгар пандемии всего за три дня им удалось придумать, как даже в условиях самоизоляции подарить детям по-настоящему летние эмоции. Получится и сейчас. Наш отряд называется «Осенний бум». Эта смена будет проходить с 26 октября по 30 октября. Начало наших встреч запланировано на 10 часов утра. И продлятся занятия 3 часа до 13.00. Ребята будут выполнять творческие задания, попробуют свои силы в акциях и челленджах, прокачают творческие способности и смекалку. Любителям поломать голову предложат решить несколько ассоциативных задач, правильно угадав слово, зашифрованное в нескольких картинках. У меня, к слову, даже с подсказками удалось решить только три. Так что скучать не придется. Как и тем ребятам, которые станут частью другого лагеря. Будь здоров! У них будут и занятия направлено на правильное питание, правильный режим дня. То есть какие-то будут различные зарядки с утра проводиться, как в обычном лагере. Но в то же время у нас будут различные беседы и тренинговые занятия по профилактике употребления наркотических веществ. Все, что связано с среди привычками. Чтобы присоединиться в лагерь «Осенний бум», нужно обратиться по телефону 99108. А чтобы записаться в отряд «Будь здоров!» по телефону 99112. Более подробную информацию об осенних онлайн-каникулах можно посмотреть на официальной странице молодежного центра ВКонтакте. Количество мест ограничено и большинство из них уже заняты. Так что тянуть не стоит. В лагере «Осенний бум» ждут ребят от 12 лет. Для лагеря «Будь здоров!» действует возрастное ограничение 14+. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!